привет всем и вот друзья кто-то меня спрашивал чтобы я показала свой свою алойную плантацию как я сказала знаете в самых первых видео я вам говорила что у меня есть суккулентный там орхидейный рай суккулентный подоконник там еще что-то у меня есть я могла что у меня есть алой иная плантация и вы знаете я все никак не могла здесь снять видео ну во первых это у меня территория супруга и тут его стол на котором в общем-то сверху и стоят вот эти алоэ видите здесь в общем-то алоэ вера в основном растет если кто-то спросит зачем мне столько алоэ я вам расскажу но кроме сейчас покажу еще обзорчик просто сделать смотрите кроме алоэ веры у меня еще здесь обычный вот этот вот древовидное алоэ лечебное да и здесь еще вот это вот остистая по-моему называется алоэ смотрите он же даже зацветает он какой у него как же мне вам показать потому что здесь солнышко а вечером здесь снять невозможно потому что здесь темно вот она зацветает здесь же у меня находится еще колонхой и вот это цветущее оранжевым цветом цветет но пока она что-то не цветет вот и в общем-то там еще стоят у меня вот в этом садочке стоит адениум и в основном видите все это у меня в алоэ почему в алоэ потому что я его использую в корыстных целях я обрываю листочки кладу их в холодильник и каждое утро я смазываю лицо соком алоэ как увлажняющее средство натурально увлажняющее средство для кожи лица предотвращает старение кучу полезных веществ у него там есть и воспалительные какие-то моменты он убирает и увлажняет очень хорошо кожу и подтягивает ее очень хорошо в общем то вот и в этих целях я выращиваю такое количество алоэ вот я не каждый раз дает детки они у меня честно говоря от жары тут очень пострадали потому что это мансардное помещение и здесь в жару очень жарко потому что если окно открыто вот смотрите окно открыто от крыши идет жар и плюс у нас вот мансарда там видно уже теплоизоляция немножечко не немножечко наверное она уже потеряла свои свойства почему у нас получается что здесь в этой комнате на втором этаже у нас зимой холодно летом жарко и вот мои бедные алоэ ну здесь знаете вытерпеть мне кажется просто никто другой не сможет поэтому стоят вот мои алоэ вот такая у меня алоэная плантация кто просил я вот показываю что здесь я выращиваю чисто в таких вот лечебных целях потому что каждый из этих растений можно использовать в лечебных целях и древовидной алоэ можно использовать и алоэ вера можно использовать и вот этот остистый алоэ он тоже обладает такими же всеми качествами как обычный алоэ то есть им тоже можно его тоже можно применять в лечебных целях и внутрь и снаружи вот поэтому я считаю что в каждой семье конечно алоэ должны быть как ну я как бабушка уже видимо у всех бабушек и есть алоэ вот поэтому и у меня тоже есть и алоэ вера и древовидной алоэ вот в общем то я даже больше мне тут и нечего показать но просто меня кто-то давно спрашивал что покажите свой алоэный алоэную плантацию кстати вот смотрите сейчас покажу зацвел адениум какой-то причем вы знаете вот меня поражает вот он несчастный при несчастной вы посмотрите какой у него каудекс ну совсем он маленький понимаете у меня стоят в три раза больше и не цветут а этот вот какой-то несчастный маленький в таких условиях я их тут периодически забываю поливать они тут у меня пересыхают высыхают и вот он зацвел правда каждый цветочек какой-то вот прям совсем неказистенький я покупала сортовые семена и думала что будут красивые цветочки ну конечно там на сайте питом писала что они не передают сортовую сортовую принадлежность но знаете тогда три года назад не было как-то это не совсем понятно в общем то я накупила себе и вот теперь они цветут начинают вернее цвести но вот один процвет у меня желтеньким вот видите здесь еще стоят адениумы но вы знаете вот адениум вам здесь нравится видите распушились такие листочки у них хорошие прямо знаете вот так против солнца снимаю да адениумам здесь короче говоря нравится ну алоем тоже нравится но их надо не забывать поливать потому что я их здесь частенько забываю поливать на втором этаже ну в общем то наверное все здесь вот это единственное по моему место которое я вам еще не показывала в своих ни в одном видео сколько я снимала я вот это место я ни разу не показывала вам и вот решила сегодня тоже прибежала с работы думаю дай-ка я сниму вам но все все уже секретов у меня от вас нету я сняла абсолютно все места которые где у меня растут растения вот так это все выглядит сейчас чтобы не показывать мужа тут бардак на столе вот так немножечко покажу вам издалека как это выглядит в общем то окошечко тут небольшое такое знаете вот и вот вовсю вот такие иголочки у меня торчат тут видите вот вот так вот но как вы относитесь к аллоу используете ли вы вообще какие-то средства по ходу за собой мне вот я говорю я за натуральности я использую в общем-то везде и прежде чем после того как я умылась и прежде чем намазать лицо кремом каким-то я конечно смазываю его вот соком алоэ когда алоэ у меня полежала в холодильничке две недели ферментация там какая-то или что-то происходит с соком вы знаете я все это читала конечно но сегодня у меня такая неподготовленное такое видео просто хочу вам показать что что у меня есть пока у меня есть возможность это все снять и на этом я заканчиваю пока пока до новых встреч впереди надеюсь у нас с вами будет очень много интересного и не с каждым днем у нас все становится все лучше и лучше и стране и у нас везде поэтому ребята не вешаем нос держим хвост крючочком и все у нас будет хорошо с вами пока пока